Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди. Сегодня 10 сентября 2019 года, а значит мы все ближе и ближе к 2020. А ведь совсем недавно был 2017, время куда ты спешишь. Сегодня я решил показать вам 3 альткоина по версии Datadash, которые нужно обязательно мониторить в 2020. Но прежде чем перейти к альткоинам, давайте поговорим о биткоине, так как я могу назвать уже конкретную дату, когда все решится. Да, у нас есть этот нисходящий треугольник и горизонтальная линия поддержки, которой цена биткоина периодически возвращается на ретест. Я все еще вижу, что низы поднимаются, но я не учитывал вот эту медвежью ловушку. Медвежья ловушка это такая ситуация на рынке, когда трейдеры думают, что тренд сломлен, но пробитие оказывается ложным. Это обычно происходит тогда, когда цена резко падает после консолидации, а потом возвращается обратно выше уровня поддержки. Учитывая это, мы видим, что цена поджимается все ближе к точке невозврата, которая случится 15 или 17 сентября. Именно в этот период мы увидим большие движения. У нас осталось всего несколько дней, если биткоин не сумеет вырваться вверх из этой западни, то скорее всего нас ожидает очередное снижение. Где-то до 9400 или 9600 долларов. Это произойдет в том случае, если силы рынка не хватит на выход из треугольника вверх. Но есть и позитивные моменты, которые я заметил. Если вы посмотрите на эту пунктирную линию, здесь вы можете заметить, что на протяжении всего этого периода она создавала уровни сопротивления и поддержки. И как раз до медвежьей ловушки она действовала как сопротивление, но после нее стала поддержкой. Это четко видно за последние 8 дней, когда тени свечей отталкивались от пунктирной линии. Не забывайте, что все это дневные свечи. Однако этот уровень поддержки все равно остается нисходящим. Некоторое время мы, наверное, пробудем в этом канале, а если этот уровень будет сломлен, то следующий находится опять же на отметках 9400-9600 долларов. Некоторые люди сегодня просто гипертрофированы, настроены на снижение. К примеру, этот человек предполагает падение до 6500 долларов на основе параболического анализа. По его словам, мы сейчас наблюдаем уменьшенную копию пузыря 2017 года. В комментариях под его постом говорится о том, что медвежий рынок 2018 года все еще не закончился, и то, что мы наблюдаем сейчас, это просто коррекция. А поэтому нам нужно еще сходить на более низкие отметки, чуть ли не на 50% ниже. Если вы верите, что все движения биткоина в этом году коррекция после медвежьего рынка, то это вполне возможно. Но я так не думаю, я больше склоняюсь верить в бычий тренд, и поэтому посмотрите на это. Я выделил множество коррекций на бычьем тренде 2017 года. У нас было 37%, опять 37%, 34%, 40%, 36,5% и 29,5%. Короче говоря, от 30% до 40%. Ни разу за весь бычий забег не было падения на 50%. Поэтому если сейчас будет коррекция на 50%, то есть биткоин будет стоить 5000 долларов, значит, что медвежий рынок 2018 года все еще не закончился. Хотя я так не думаю. Теперь, если мы посмотрим, насколько мы уже упали от локального максимума до локального минимума, то мы видим цифру 35%. Если мы возьмем максимально возможную коррекцию для бычьего тренда в 40%, то увидим, что минимальная цена биткоина может оказаться около 8300 долларов. И как мы видим, эта поддержка будет находиться как раз на том уровне, где до этого взлета было сильное сопротивление. Поэтому я все еще настроен по быче, хотя на краткосроке и может быть просадка. Это же биткоин. Впрочем, я могу заблуждаться, живя в своих иллюзиях. А теперь переходим к списку топ-3 альткоина по версии DataDash. Поехали. Начнем с третьего альткоина. Это Chainlink. Давайте я уберу лишнее, оставим только то, что нужно видеть. Соответственно, мы видим дневной график линка к BTC. Линк выглядит совсем не так плохо по сравнению с другими альткоинами. Как мы видим, он отскочил от 200-дневной скользящей, и теперь она выступает в качестве поддержки. А когда мы видим смену тренда, это очень хорошее время для усреднения позиции. Я никогда не покупаю на все запланированные средства, вхожу частями и редко. Также Chainlink залистили на Coinbase, поэтому теперь он будет в относительной безопасности, даже если Binance остановит торги в США по известным причинам. Но даже без Coinbase, я думаю, все было бы хорошо, потому что сами Binance заявляли о планах запустить свой клиент специально для резидентов Соединенных Штатов. Токены и монеты, которые предположительно будут доступны в американском подразделении, насчитывают 30 штук, в том числе и LINK. Можете поставить видео на паузу и посмотреть, какие токены и монеты будут представлены на Binance США. Но давайте перейдем к графику, и я покажу вам то, что на нем есть позитивные сигналы. Очень отличный сигнал это то, что Chain дважды тестировал 200-дневку на дневных свечах и ретест прошел успешно. Также позитивным сигналом считаю вот это пересечение на MACD. Сейчас вопрос только в том, когда будет взрыв объемов на биржах. Я правда смотрю объемы на Binance, а так как листинг на Coinbase был достаточно шумным событием, возможно, некоторая часть объемов перетекла туда. Зато я могу быть уверенным, что этот объем реальный, без присутствия маркетмейкеров, торговых ботов, воштрейдинга и так далее. Кроме объемов, позитивным сигналом было бы возвращение и закрепление цены над этими тремя скользящими. Как только цена это сделает, это будет хорошим признаком подтверждения разворота. Это будет где-то на уровне 22 тысяч Сатоши. Ну, чуть-чуть меньше. Дальше по списку мы имеем BAT, график по отношению к биткоину. Забавно, что DataDash выбрал именно BAT, ведь это криптовалюта и в моем портфеле занимает свое почетное место. То, что мне нравится насчет BAT, не столько графики, а сколько сама суть. Когда вы владеете BAT, вы не только являетесь равноправным участником платформы, но и, грубо говоря, инвестором в рынок рекламы, ведь токены BAT ограничены. Токенов ограниченное количество, и они тратятся на оплату рекламы для привлечения внимания аудитории, рекламодателями и так далее. С ростом браузера Brave, а также с появлением возможностей пользования BAT и в других приложениях, как ютилити токеном, мы понимаем, что ценность токена будет только расти. Ну, если не ценность, то хотя бы внимание к токену точно будет повышаться. Хотя это взаимосвязано, так или иначе. Я думаю, это очень важно, поэтому нужно об этом помнить. Однако, глядя на график, можно сказать, что это очень тяжелый период для BAT, особенно если посмотреть на недельный график. Как мы видим, уровень поддержки в 2000 Сатоши все-таки был пробит. Впрочем, мы не сильно далеко ушли от него, а если сравнивать с большинством других альткоинов, то BAT выглядит совсем не так плохо. Однако, все равно, откат был очень неприятным, особенно для тех, кто закупился у вершины. Тем не менее, уже тогда, когда BAT пробивал этот уровень сопротивления, мы подозревали, что ему придется откатиться из-за перекупленности. В конце концов, по отношению к биткоину, он установил новый исторический пик, и это на медвежьем-то рынке альткоинов. Такие события всегда преследуются откатами, поэтому для меня это нормальная картина. А в своих фундаменталах BAT прекрасно себя чувствует. Они запустили мобильное приложение для рекламы, теперь люди могут зарабатывать на мобильных телефонах. Конечно, регионально это работает еще не везде, но вроде обещают завести и нам. Количество циркулирующих токенов приближается к общему предложению, а значит все меньше новых токенов будет появляться на рынке. Это тоже плюс. На графике также интересно заметить, что свечи объема на продажу с мая этого года не могут преодолеть линию средней скользящей. Зато свечи объема на покупку во время недавнего ралли легко это сделали. А это значит, что последние месяцы токен продавали крайне медленно, и при этом все меньше и меньше остается желающих это делать. Теперь это очень тягучий и длительный процесс. Думаю, люди в основном просто торгуют BAT без серьезных амбиций на массовую паническую распродажу. Ведь даже во время очень сильных движений цены объемы не смогли пробиться сквозь среднюю скользящую. Однако единственный недельный объем, который пробил скользящую, оказался объемом на покупку вот этой свечи. Возвращаясь на дневной график, мы понимаем, что цене крайне необходимо вернуться и закрепиться на 21-дневной и 50-дневной средней скользящей. На недельном графике необходимо ожидать пересечения на MACD. Это будет очень хорошим, позитивным сигналом. Что касается меня, я лично остаюсь в BAT. Для меня это долгосрочная позиция, и я действительно думаю, что он еще даст прикурить, потому что за ним стоит реально работающий продукт и технология. Кстати, BAT вы можете купить у меня на мониторинге обменников. Вот такая вот нативная реклама собственного сервиса на собственном канале. Например, за Сбербанк рубли. Выбираете направление Сбербанк рубль на BAT Basic Attention Token, выбираете обменник и меняете. Все кардинально просто. А мы продолжаем. И, наконец, первый альткоин в нашем списке это Raven. Также по отношению к биткоину смотрим график. Как мы видим на графике, Raven очень близко подошел к предыдущим своим низам по отношению к биткоину. И даже это все равно не так плохо, как у других альтов за такой же период на таком же таймфрейме. Потому что большинство альткоинов сегодня торгуются ниже, чем в феврале 2019. А Raven сейчас стоит от 300 до 310 сатоши. А в феврале торговался на отметках 260. На самом деле, такой откат тоже закономерен. Ведь во время медвежьего рынка альткоинов у Raven был невероятный, практически рекордный забег по отношению к биткоину. Я считаю, Raven сейчас становится все более интересным, в том числе и фундаментально. Как блокчейн, Raven может выступать платформой для ICO, смарт-контрактов и даже для токенов ERC-20. Что-то похожее на эфириум. Также он нацелен на то, чтобы стать платформой для трансформации традиционных финансовых активов, да и вообще любых других активов в цифровые. Кроме того, у него хорошая ликвидность практически везде. А это тоже играет свою роль. На графике, как мы понимаем, мы должны ожидать пересечения скользящих здесь. Также нужно ожидать повышения объемов, если мы ищем позитивный сигнал. Например, вот здесь мы наблюдали пересечение снизу вверх 21-дневной и 50-дневной скользящих. И при этом повышение объема. Это и было сигналом на покупку Raven, после чего происходил рост цены. Что касается лично меня, я не нахожусь в позиции по Raven, а только жду точки входа. Итак, три альткоина. Chainlink, Bat и Raven. Все они имеют хорошую ликвидность, все они показали результаты куда лучше, чем большинство других альтов. И сейчас они находятся в ситуациях, когда риск менеджмент уже практически позволяет задуматься о поиске точки входа. Ребята, а я с удовольствием почитаю то, что вы думаете об этих альткоинах в комментариях. На меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин